Герой этой истории был найден спасателями, когда был маленьким щенком, а теперь он сам стал спасателем. Два года назад была найдена беременная немецкая овчарка, которая ходила по лесу. Директор благотворительного фонда помощи животным забрал найденную собаку. На следующий день она родила щенка, которого и стал героем этой истории. Маленький щенок не знал об этом, но однажды он вернулся в лес, чтобы спасти потерянную собаку, нуждающуюся в его помощи. Собаку было сложно найти, но песику удалось взять ее след. Тина рос и начал сопровождать учебные классы других собак, которых обучали искать и спасать. Вскоре Брянсон заметил, что и у него появилось умение. Он пришел на занятия, и мы оценили его, сказал Брянсон. Он хорошо проявлял себя и начал тренироваться. Он всегда находил потерянную собаку на каждой своей тренировке. Брянсон принял Тина, и после 16 месяцев обучения он стал полноправным членом службы спасения животных. Поэтому, когда Брянсону позвонили с новостью, что пропал глухой 11-летний великий, перенея по кличке Пупи, он знал идеальную собаку для работы. Утром в четверг хозяйка отправилась кататься на лошадях в лесу, и верный Пупи с нетерпением последовал за ним. Когда женщина заметила его сзади, развернулась и направилась домой, но на обратном пути собака отделилась и потерялась. Добровольцы обыскали лес безуспешно. В полном одиночестве, в темноте, Пупи не мог даже слышать, как спасатели зовут его. В субботу утром после того, как пес пропал без вести, Тина и Брянсон встретились с хозяйкой потерявшейся собаки в лесу, чтобы пройтись по их следам. Потребовалось 90 минут, чтобы хозяйка нашла место, где она в последний раз видела Пупи, потому что в сумерках все выглядит по-другому, сказал Брянсон. Как только я представил запах от комка шерсти Пупи с постели к носу Тина, он бросился бежать по запаху. После 45 минут лазание по бревнам и кустам Тина привел Брянсона и хозяйку Пупи к болоту и не переставал лай. Когда мы впервые увидели Пупи, было трудно поверить своим глазам, потому что две трети его были погружены в грязь, сказал Брянсон. Тина лаял на этого странного болотного монстра, пока не понял, что это собака. Брянсон положил ветки на грязь, чтобы было возможно приблизиться к собаке и стало понятно, что 70 килограмм собаки будет трудно достать из липкого болота. Я положил поводок Тина под Пупи и попытался вытащить его, объяснил Брянсон. Он застрял так сильно, что я не стал тянуть сильнее, боясь причинить боль его лапам. Муж хозяйки принес больше веревок и ремней, и они втроем тащили собаку. После того, как его достали из грязи, Пупи повезли домой. Хотя нес был очень грязным, хозяева Пупи были вне себя от радости, что его вернули и поблагодарили Тина за хороший нюх. Тина всегда счастлив вернуть долг, поскольку его тоже спасли еще щенком. Нет ничего, что заставило бы Тина взволноваться больше, чем отправиться на поиски потерявшихся домашних животных и вернуть их домой. А его отец был самым гордым. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.